Не знаю, не понимаю, чем бы условно такой выбор, но сейчас мы увидим в любом случае что-то новенькое, чего мы еще не видели. Может быть это... Как это? Постанова? Может быть он увидел, что все ставят на него и решили сделать черп слабее, чтобы сорвать какую-то кассу в векерской конторе, которая... Хороший кик, попытка нанести урон не увенчалась успехом, не хочет дать урон. В общем-то, примерно никто. Все, где-то новый удар мы увидели о телепатиме Джастис, подсекает наконец-то паром, напихивает, как готический, как будто какой-то солист группы КИС или что похлеще. Вылез из своей Астанинской берлоги, хорошие ки, опять попытка нанести дамаг и опять, в принципе, то же самое мы видим, что уже видели, бросочек. Очень близкий бой, равный по жизни противника, нападение, лучшая атака, как известно, но... Кончился оно плохо для телепатиме Джастис, он нагрет, он проиграл раунд. Невералель пока машет мячом, уверенно машет. Ничего, блочит, блочит ногу, блочит телепатиме Джастис, вроде бы это и хорошо, а с другой стороны уже красил телепатиме Джастис. То ли ему стыдно, то ли что-то сотворил нехороший с ним прессинг от Nano Dante, и он мог такой летл хит нанести, кручение, кручение и стойки наносит летл хит. Он забыл, наверное, о том, что противник тут горел, и это может стоить ему сейчас раунда. Да, если бы вот скампли, он бы выиграл сейчас второй бой, но нет, ошибка стоила ему всего. И, в принципе, так и должно быть на уровне, пока нет, 8, пусть даже и ФНП. Ошибаться нельзя, а то он нельзя, если вы хотите, выиграть. И опять он летит, опять он ломает броню, опять греет броню, пытается выкинуть и выкидывает туда. Найт Данте не прощает, он говорит, ты украл у меня победу в прошлом раунде, и в этом раунде я буду мстить, и мстить жестоко. Насаживает на свой топор, запускает воздух, пытается замиксить. Что будет дальше? Пока что ничего. Все время выходит в стойку Найт Данте, пытается отбугать своего противника бесконечным шквалом атак. Наконец-то удаётся выйти, но каждый раз одно и то же. Как раз он летит на своём камере в самолёте, и каждый раз его отражает, его атакует. Готический брюнет, его подводка для глаз позволяет им именить фрейм, очевидно. И он не прощает. Заряжается душой. И это же... О, боже мой, что он сделал? Он сделал спецатаку из... Вот у него некоторые атаки после... При заряде души некоторые атаки получают продолжение. Вот именно это сейчас и было. Он ударил по блоку. Вроде бы знакомая атака. И увидел это... Клипатик Джастис. И уже думал, что всё прочитал. Сейчас на ответе. Сейчас он выйдет из угла. Всё будет хорошо. Но тут-то было. Он словно коршут взмыл в воздух. И обрушил всю мощь. Кошмарную мощь на своего... Бедного-бедного противника. Вераэль снова в теле. В этот раз более стрёмный Кастомайз выбирает его соперник. Пытаясь задеморалить. Это практически битва двух противоположных. В противоположности один мрачный, уже потерявший веру в жизнь, Вераэль, который машет своей палкой, не знаю даже зачем он это делает. А с другой стороны такой жизнерадостный, весёлый, красно-синий. Очень стрёмно выглядящий ему явно, что ему поиск кислотный какой-то чувак, который явно ещё многое может диетом в этой жизни. И вот они сейчас пытаются выяснить, что же возьмёт герп-пессимизм или оптимизм. И хорошо прибивает стойки. Кстати, разношёл, кажется, какой-то подход. Снова постоянно открывается на них гардерпакт. Правда, мало что это даёт его опания... Мало как удаётся реализовать на этот данный все гардерпакты бесконечно, потому что после них никак не комбит с ним. Сцена делает, например, удар с молниями. Этот удар с молниями блочится, в общем-то. После него тоже всё блочится почему-то. И, в общем-то, несмотря на, казалось бы, хорошие риды, ничего из них не извлекает. Но это не мешает ему выигрывать, к слову. Он как бы говорит, что мне достаточно этого. Я тоже не буду ничего... Играю, как играю. И спускает щит в воздух. Ну, красиво держится, я бы скажу. Ну, как-то в первом месте красота у Телепатита Джессис. Уже только потом какая-то эффективность. А вот Найтдан дерётся в науке. Закорбит даже в укроп. И кажется, это будет победа. Ну, или очень быстро там нет. Это Кейпо действительно очень много урона. Может, сколько урона он нанёс. Почти полстолба жизни. Ох. Что происходит? Выбивает стойко. Он понял, кажется, Телепатик, что нужно им пить. А может быть, ему голоса. И у Телепатических главин шептали о том... Как нужно справляться с этим давлением. И вот, отражает атаку. Ломает броню, чтобы... Да, это Леттл Хит. Будет ли комбат? Может, был... О, боже, сколько тут можно было нанести дамага? Просто, я уверен, просто не сориентировался Найтданда. Потому что просто жуткий урон об стену нужно нанести с этого стартера. Я в Твиттере ещё видел, люди накладывали просто... Там по 200 дэмон уже. Ну, правда, там нам селлчардж нужен. Это я точно не могу сказать. Но и даже селлчардж, наверное, соточку. Там легко можно набить. И потерялся Найтданда дымачок. Заслонил его разум. Но он всё равно выиграл. И опять отражает. Опять отражает. Опять ничего не делает. Пытался полезть. В этот раз уже был готов Найтданда. Бьёт, бьёт, бьёт Хаями. Наконец решает Найтданда что-то помешить. И помешал аж три раза. Но, в принципе, достаточно неплохо. Он тоже заряжается душой. Замечательно. Часто отвечает на свой чарджел. Ой, 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 ой. Ах, не скомбилось. Боже мой, это могло быть очень опасно. Это могло быть надо вся жизнь. Но закончилось это плохо для телепатика, потому что на запоролках...